Я обещал, что будет два способа. Давайте уберу эту часть. Решетка осталась уже самая. Только ничего не буду говорить про эти векторы. Сотру вот это все, а вот это осталось. Это называется квадратичная форма. Смотрите, для доказательства конкретного факта, мы сейчас используем достаточно абстрактную штуку. То, что ρ уже не нужно, никакого ρ у нас уже нет. А вот это нужно. Вот это нужно. И то, что это единица нужна. Но пока еще непонятно, почему же это единица. Господа, опять-таки, разумеется, хорошо бы это все делать в общем виде, но вообще-то вы сейчас увидите, что общий случай абсолютно понятен из вот этого конкретного. Итак, рассматриваем квадратичную форму. Вот она написана. Это некоторое выражение от альфа и бета. Альфа и бета у нас здесь целые числа. Ну, хотя вообще-то ничто не мешает подставлять сюда любые вещественные числа. Даже комплексно, если хочется, не понятно зачем, но можно. Какой формулой она задана? Ку альфа в квадрате плюс 2а альфа бета плюс а в квадрате плюс 1 разделить на у на бета в квадрате. Вот такая форма. Ну, господа, совершенно понятно, что вообще-то можно здесь поставить просто любые вещественные числа. Это и будет в тот самый случай общей квадратичной формулой. Пока пусть у нас такие приценности. И давайте зададим себе вопрос. Пусть альфа и бета – вещественные числа. Рассматриваем все точки, для которых квадратичная форма меньше какого-то числа. ну, например, меньше или равна некоторого числа С. Можем ли мы это сказать? Какую геометрическую фигуру мы при этом получили на плоскости? Ну, координаты имеют в виду альфа бета, да? По одной весе равна альфа, по другой весе равна бета. Что это будет за фигура и какая у нее площадь? В общем, это в общем виде интересно. Давайте посмотрим, если альфа квадрат плюс бета квадрат не больше единицы. Что это за фигура? Как это называется? Ну, круг – это радиус единицы. Радиус единицы. А чему равна площадь? Пи. Отлично. А если не больше С, то радиус будет корень из С и площадь будет? Пи С. Альфа квадрат разделить на 8 плюс бета квадрат разделить на 25. Не больше единицы. Что это нам нужно? Альфа квадрат разделить на 8. Эльфа. Эльфа. Хорошо. Как его изобразить? Смотрите. Вот когда был альфа квадрат, то альфа было не больше единицы. А здесь альфа не больше, чем 2 корни из 2. А бета не больше, чем 5. Согласны? Будет действительно такой эллипс. Отлично. Как вычислять площадь эллипса? Ну, надо взять круг, умножить на столько и на столько. Согласны? Значит, получается ответ. Пи умножить на С, умножить на 2 корни из 2 и умножить на 5. Вот такая будет площадь. Хорошо. Хорошо. Теперь все-таки придется, видите, сюда, на самом деле, разбираться с любой квадратичной положительно определенной формой. Давайте объясним, что означает положительно определенное. Если бы здесь не равенство было не плюс альфа квадрат плюс б, а был бы альфа квадрат минус b квадрат, то в таком случае никакого эллипса не было. Возникло бы гиперпло, площадь была бы бесконечной. Поэтому вся вот наша идея про площадь работает только в ситуации, когда все значения нашей квадратичной формы положительны. Вот. И давайте все-таки в общем виде это будет крепче. Итак, квадратичная форма от x и y задана таким способом. ax квадрат плюс 2bxy плюс cy квадрат. Давайте обсудим. Ну а, разумеется, плюс больше нуля и c больше нуля. Давайте обсудим, как из нее выделять полный квадрат. Да очень просто. А умножить на x квадрат плюс 2b разделить на а. Пока все понятно? Да. xy плюс, сразу впишем, сразу впишем, b в квадрате y в квадрате разделить на а в квадрате. Это чтобы был полный квадрат. Плюс цy в квадрате минус b в квадрате разделить на а в квадрате. Так, господа, пожалуйста, проверьте. Это называется выделение полного квадрата. Ну, я мог, конечно, это там сделать. Просто было бы чуть-чуть сложнее, потому что здесь а квадрат плюс 1 написано, а там 1. И все равно этот результат интересен в общем виде, поэтому... Да, кстати, интересная вещь. Зачем здесь написано 2? Ну, на самом деле, для того, чтобы здесь не возникла бы потом четверка. Важно, что я знаю формулу квадрата. Поехали. А умножить на x плюс by разделить на а в квадрате. Плюс ac минус b в квадрате разделить на а и умножить на y в квадрате. Господа, вот это будет встречаться очень много раз. Называется определитель... Ну, может, кто-нибудь помните, в школьном учебнике есть такое знаменитое b в квадрате минус 4ac. Это тоже самое, как здесь было 2b, поэтому... Ну, и знак другой, потому что там надо было перенести и извлекать корень. Но, по сути, то, что сейчас сделано, если вместо y написать единицу, это называется формула для решения квадратного уравнения. То самое выделение b в квадрате, без которого никак в 8 классе про квадратное уравнение говорить невозможно. Итак, определитель — это выражение ac минус b в квадрате. Так, замечательно. Ну, господа, как только мы вот это получили, найти площадь в высшей степени просто. То есть, смотрите, смотрите, какую я сейчас могу сделать замену переменных. Я могу вот это, x плюс y разделить на а, обозначить новой буквой. Вот это вот, x плюс y разделить на а, обозначаю новой буквой z. И в таком случае, между прочим, площадь не изменится. Давайте обсудим, почему. Вот представьте себе, что у вас есть точка с координатами z, y и точка с координатами x, y. При этом z — это x плюс y разделить на а. Давайте поймем, что геометрически это такое. Вот как получить z по x и наоборот? Да очень просто. Вот когда у вас есть точка вот здесь, плюс x, а вот здесь плюс y, то y равно нулю, и поэтому x и z просто строго одно и то же. Так? Отлично. Чуть-чуть поднялись. Поднялись вот здесь чуть-чуть. Тогда x у нас вот эта величина, а z немножко побольше. Так? Хорошо. А наоборот опустились. Тогда у нас z, наоборот, будет меньше. Это такой перекос. То есть вот если у нас есть, представьте себе, такой вот квадратик в координатах x, y, то в координатах y, z картинка будет, вот тот же самый квадратик, будет выглядеть следующим образом. Начало координат, естественно, останется на месте. Вот эта вот точка остается на месте, а вот эти сдвигаются на вот такую величину, на величину Беркера или А. Это опимус. Понятно? То есть высота не меняется, но, разумеется, площадь такого квадрата равна площади. А поскольку любую площадь можно приблизить квадратиками, сколько угодно точно, ну и, соответственно, после перекоса надо приближаться такими килограммами, то на самом деле площадь от такой замены не изменится. Замечательно. Замечательно. Значит, на самом деле я могу забыть про эту скобку и рассматривать такую штуку точки, для которых вот такая величина меньше некоторого числа d. d положено на число. z не больше, чем корень из d19. Потому что если подставить больше, то даже это одно скобляемое даст уже больше. Точно так же y это не больше, чем корень из d19. Из dA делить на AC минус d19. Площадь этого элипциза, мы же перевернулись с лодочкой, идея понятна, это есть π умножить на вот это число и умножить на это число. Ну а сокращается, получается d деленное на корень из AC минус b квадрат. Победа. Победа. Теперь помню эту формулу. И возвращаемся. Здесь все значения другие. но вообще-то определитель посчитать мы можем. Напоминаю жуткий определитель. Это произведение AC минус b в квадрате. Здесь произведение AC – это а квадрат плюс 1. А квадрат плюс 1 минус а квадрат – это единица. Значит, определитель – это просто-напросто единица. Так? Значит, если нас интересуют все точки, для которых это не больше, чем С, то по той формуле площадь этого элипциза, кстати, при перекосе элипциза тоже переходит в элипциз. На самом деле даже в исходных координатах это все равно был элипциз, просто косо расположен. Так вот, эта самая площадь – это есть… Давайте вспоминать, что же это есть. Давайте еще раз скажем. Определитель – единица. То, что здесь D, там С. С – B, правильно? Почитаю. 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 И вот теперь посмотрим. Замечательная теорема Атминьковского. Опять-таки, потом она будет нужна в многомерном пространстве. Но доказательство у нее абсолютно такое же, как на плоскости. Поэтому мы сейчас много чего узнаем. Итак, Атминьковский о выпуклой теле. Если F имеет центр симметрии, выпуклая фигура, площади больше, чем 4, то F содержит целую точку, отличную от начала категории. Во-первых, давайте поймем, почему это теорема Атминьковского. Сравниваем теорему Атминьковского и то, что у нас на левой точке. Должна быть фигура площади С больше, чем 4. Так? Отлично. У нас здесь фигура площади С. Ну, вообще-то С мы можем выбирать. Давайте возьмем, пусть это будет, я не знаю, 4,1. Это больше, чем 4. В таком случае С это 4,1 делить на Пи. 4,1 делить на Пи. А это меньше двух. Смотрите. У нас есть по теореме Атминьковского ненулевая точка. То есть Атминьковского ненулевая точка. Это не 0,0. Для которой вот эта величина меньше 2. Но это не убивает еще, поэтому эта величина больше 0, и она целая, вы помните, а квадрат плюс 1 делилась на квадрат, значит она равна единице. Но если вот это выражение равно единице, то мы помним, умножаем на ху, получаем вот эту строчку и, значит, тянем луфи. Смогли? Отлично. Таким образом, уже второй раз, при помощи геометрии чисел, мы доказали, правда нужна самая терминная услуга. Эллипс – это выглой фигуры. Эллипс получается перекосом весь круг, а круг – фигурой выглой. Это растяжение. В общем, все знают, что это эллипс. Эллипс.